Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ольга Валерьевна Коротких, заведующая терапевтическим отделением поликлиники номер 1 Одинцовской центральной районной больницы, и Юлия Николаевна Кириченко, заведующая приемным отделением Одинцовской центральной районной больницы. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Пригласили вас не случайно, потому что и поликлиническое звено, и приемное отделение, ну, так сложилось за последние месяцы. Как-то, с одной стороны, тесно связаны между собой, да, с другой стороны, немножечко стали путаться пациенты. Так как поликлиника номер 1 практически чуть меньше года назад закрылась на масштабную реконструкцию, сейчас ведется прием в другом отделении, часть пациентов почему-то решила, что им можно приходить в приемное отделение, самостоятельно обращаться за той или иной помощью, потому что они так решили, не посещая терапевта. Что в обязательном порядке должно происходить, да? Поэтому давайте мы, наверное, сегодня поговорим о маршрутизации пациентов, о тех потоках, которые нужно как-то правильно направить, чтобы и в приемном отделении не было такой перегрузки. Ну и, соответственно, терапевтическое отделение, оно, конечно, не простаивает без работы. Я понимаю, что у пациента поток не уменьшается. Ольга Валерьевна, как сейчас осуществляется маршрутизация пациентов? Где вы ведете прием, пока основное здание поликлиники номер один Одинцовской центральной районной больницы находится на реконструкции? С июня месяца действительно наша поликлиника закрыта на реконструкцию, но прием ведется в полном объеме. Терапевтическую службу перевели по адресу Северная, 36. Узкие специалисты разошлись по лечебным учреждениям Одинцова. То есть прием хирурга, прием уролога, лор-врача и ревматолога ведется в филиале поликлиники номер 2 по адресу Можайское шоссе, 134. Прием травматолога и невролога в поликлинике номер 2 Можайское шоссе, 112. Прием эндокринолога, аллерголога, инфекциониста по адресу Красногорское шоссе, дом 17 в Центре здоровья. Но основная часть нашей поликлиники это терапевтическая служба, как я уже сказала, находится по адресу Северная, 36. Там же находятся и окулисты, кардиолог, ревматолог и пульмонолог. Ольга Валерьевна, с закрытием поликлиники номер 1 на реконструкцию прием врачей не остановился. Абсолютно верно. То есть все работает в штатном режиме, все специалисты на местах. Но просто ситуация складывается таким образом, что немножечко разбросаны по городу. Разобравшись в этой не такой уж сложной схеме, определившись со специалистом, человек может, в общем, спокойно доехать до любого отделения и получить ту или иную консультацию. Но, наверное, прежде он должен все-таки обратиться к терапевту. Обратиться к терапевту, да. Поэтому мы находимся на Северной, 36. Пациенты туда приходят. О том, что мы находимся в разных местах, было сообщено заранее. То есть уже с мая месяца и на сайте нашей больницы было, и в печатных изданиях, и также на телевидении. Вся информация была в полном объеме. Ну, мы решили еще раз сегодня озвучить эту информацию, потому что, конечно, приемное отделение в последний месяц испытывает, ну, прям серьезную нагрузку. Юлия Николаевна, каков процент вот таких пациентов, которые не хотят разбираться, где сейчас ведется прием теми или иными специалистами, которые раньше принимали в поликлинике номер один, а они напрямую приходят, это, конечно, сразу оговорюсь, это не относится к пациентам, которые доставляются по скорой помощи к вам в отделении, а конкретно просто люди, там, заболела голова, заболел живот, он сразу идет в приемное отделение, говорит, пожалуйста, лечите или установите диагноз, что со мной не так. Ну, на данный момент это 30% пациентов, которые обращаются к нам в приемное отделение. В связи с чем у нас увеличивается время на каждого пациента, который приезжает по скорой помощи или направлен из поликлиники, создаются очереди, так как в любом случае, если пациент к нам обратился, мы же не можем его в поликлинику отправить, а начинаем его обследование, осмотр и устанавливаем диагноз с дальнейшими рекомендациями. То есть, получается, вот эти 30% они оттягивают и забирают время у врачей, и время на оказание, может быть, кому-то понадобится экстренная помощь, и все уже задействованы. Да, в данный момент происходит именно так, потому что сначала мы, конечно, в приоритете у нас пациенты, которые поступают по скорой помощи, обследования, там, с различными диагнозами, у нас же приемное отделение принимает и неврологических пациентов, и профиль травматологии, хирургии, терапии, кардиологии, то есть очень многопрофильные заболевания. Возникает очередь в виде того, что доктор, там, может посмотреть пациента только, там, спустя 20-30 минут, да, то есть создаются живые очереди в приемном отделении. Педиатр, допустим, у него бывает 12 человек одновременно на прием приходит, в приемное отделение, именно самостоятельно. На данный момент, хотя вот поликлиники у нас работают до 8 вечера, детская поликлиника Наговорова, в 4 поликлинике принимают детские хирурги, педиатры до 7 вечера, родители обращаются все равно с детьми, идут к нам с кашлем, с температурой, хотя я считаю, что нужно вызывать врача участкового, который поставит диагноз. Если это инфекция, то если она требует госпитализации, он вызовет скорую помощь, и тогда уже ребенок будет направлен конкретно в инфекционное отделение. Если потребуется соматическое какое-то заболевание, госпитализация в соматическую больницу, и тогда будет госпитализация, минуя приемное отделение, если это будет днем, допустим. То есть и время... Но на заполнение документов, на установление диагнозов, на все лабораторно-клинические исследования уже не будет тратиться на этих пациентов, они непосредственно будут использоваться по назначению. Все-таки как работает приемное отделение, режим работы и на что нацелены в первую очередь? Мы работаем круглосуточно, у нас нет никаких перерывов. В плане технического обслуживания приемного отделения у нас есть все виды обследования. УЗИ, КТ, рентген, общий анализ крови, общий анализ мочи. Все специалисты представлены в приемном отделении. Терапевт, хирург, травматолог, невролог, педиатр. Когда после 16-30 пациент, когда поступает и обращается к нам, он уже уходит от нас с готовым диагнозом. Но на это нужно время. Чем мотивирует вот такой поступок пациенты, которые приходят к вам самостоятельно? Во-первых, многие пациенты все равно еще не в курсе о том, что у нас первая поликлиника на ремонте. Они приходят, они обращаются... Еще раз, да, первая поликлиника Одинцовской центральной районной больницы находится с мая месяца 2018 года на реконструкции. Да. Да. Но есть люди, которые обращаются так, крайне редко, редко болеют. И они, когда приходят, видят, что поликлиника на реконструкции, и куда им идти, они не знают. А рядом приемное отделение? А рядом приемное отделение СРБ, куда они, собственно говоря, обращаются. Говорят, мы пришли, поликлиники нет, поэтому мы обратились к вам. Касаемо детей, чаще всего это родители после окончания своего рабочего дня, да, ребенок заболел. Что делать? Вот 9 вечера, впереди ночь, уже поликлиника не работает. Дожидаться до утра, может быть, нет, нежелания, и также еще страхи у родителей возникают, да. Они вызывают не скорую, а идут самостоятельно к нам в приемное отделение, чтобы ребенку назначили какое-то лечение. Вот в этом все-таки есть ошибка. Если что-то действительно серьезное беспокоит, нужно незамедлительно вызывать скорую. Конечно. Либо обращаться, да, если это день, в детскую поликлинику вызывать врача, либо в терапевтическое отделение, соответственно, также вызывать врача на дом, чтобы дальше понять, собственно, что делать, куда идти, а не бежать в приемное отделение и забирать время у врачей. Скажем так, это даже время не у врачей забирается, а время у других пациентов, да. Да, и приоритетность, конечно, мы пытаемся соблюдать, да, происходит медицинская сортировка тяжести пациента, все зависит, да, если пациент тяжелый, конечно, им в первую очередь занимается. И как бы хотелось, чтобы и нас понимали, вот те люди, которые к нам обращаются самостоятельно, и то, что они там ждут, пока их посмотрят, пока там проведут обследование какое-то, на это нужно время. А я правильно понимаю, что вот в соцсетях так или иначе иногда появляется информация о том, что вот были в приемном отделении, очень долго ждали, вот как раз-таки долго ждали, это те пациенты, которые не были доставлены по скорой помощи, а просто они пришли вот, ну, самостоятельно мотивируя это тем, что мы не знали, что поликлиника находится на реконструкции, мы вот, ну, вот просто так решили, решили сдать анализ крови и мочи, на консультацию терапевта первичной не были, ну, вот просто вот проснулись и решили, почему бы не пойти. Это достаточно часто по этой причине, а еще бывает, что пациенты и по скорой тоже ждут, потому что есть пациенты, которые обратились к нам самостоятельно, ими уже занимаются, они уже в процессе, да, обследования. То есть не может же врач сказать, ой, извините, посидите в коридоре, да, мне привезли по скорой. Поэтому такого нет, конечно, есть просто там порядки живой очереди, конечно, мы стараемся как можно быстрее все это делать. Но достаточно часто обращения, а мы просто пришли пообследоваться. Мы не хотим ждать, есть определенное время, да, то есть, например, в поликлинике УЗИ они не делают в этот же день, да, они записывают там через несколько дней, там, на следующей неделе по мере там занятости и по мере остроты, да, заболевания у пациента. Он говорит, мы не хотим ждать, поэтому мы обратились к вам, потому что мы знаем, что у вас круглосуточные службы работают. Ну, здесь, наверное, стоит говорить о взаимном уважении, в первую очередь, да, пациентов друг к другу, пациентов к врачам, и не устанавливать себе те или иные диагнозы, и потом уже обращаться за помощью в приемное отделение, а все-таки изначально обращаться за помощью к терапевтам. Правильно, Ольга Валерьевна? Правильно, у нас поликлиника работает 5 дней в неделю с 8 до 8, кроме того, также работает и по субботам с 9 до 2, то есть, двери поликлиники всегда открыты для пациентов. Кроме участковых терапевтов, которым осуществляется плановая запись, есть у нас также дежурный врач. Дежурный врач работает в две смены, с утра с 8 до 2, и второй дежурный врач с 2 до 8. То есть, это для тех пациентов, которые обратились день в день с какой-то экстренной, неотложной помощью, это может быть и повышение артериального давления, это может быть высокая температура, это может быть боль в животе, ну и так далее. И они тут же направляются к дежурному терапевту в порядке живой очереди, и тут же в этот же день осматриваются терапевты. То есть, в любом случае, если какой-то экстренный случай, и обращаются пациенты к вам, помощь оказывается незамедлительна. В этот же день. Естественно, никто не будет ждать недели или двух недель записывать в очередь, если действительно пациенту нужна помощь. Конечно. Опять же, вы принимаете решение, нужна ли госпитализация и в какое отделение. То есть, в любом случае, вот первичный осмотр терапевта, он, ну как ни крути, он, это самое идеальное решение вот этой проблемы. Да, сначала осматривает терапевта, и потом уже смотрит. Если действительно пациенту нужна госпитализация, созваниваемся с профильным отделением и направляем пациента. Ну, и также вы можете в себя сделать, естественно же, все анализы. Конечно, конечно. Лаборатория также работает. ЭКГ у нас также находится на Северной 36, делается за 5 минут. Если необходимо, если действительно необходимо, и УЗИ-врачи тоже на месте, УЗИ-врачи никогда не отказывают нам в экстренной помощи, тоже посмотрят пациента. То есть, просто нужно запомнить, что не нужно все время бежать в приемное отделение как к волшебным феям. Все-таки нужно, ну, существует определенная маршрутизация пациентов, и она не просто кем-то выдумана, она действительно просчитана, как комфортно и удобно, в первую очередь, для самих пациентов, для врачей, и тогда все встанет просто на свои места. Да, для пациентов действительно, как я уже сказала, есть и дежурный врач. Кроме того, так как сейчас у нас пришло достаточно много участковых терапевтов в Одинцовскую ЦРБ, это и в первую поликлинику, в вторую поликлинику, в четвертую поликлинику, запись к терапевту осуществляется, есть талоны, день в день. То есть штат терапевтически укомплектован? Укомплектован более чем на 70%, да, то есть по сравнению даже с прошлым годом у нас намного лучше кадров. Это в любом случае победа, потому что дефицит кадров – это не секрет для леченых учреждений, он есть, и очень здорово, что Одинцовская ЦРБ продолжает восполнять, заполнять штатные делицы. Укомплектованных терапевтов и узкие специалисты появились, то есть в принципе помощь оказывается пациентам достаточно в сжатые сроки. Ну хочется надеяться, что сегодня благодаря нашей программе, благодаря той информации, которую мы доносим зрителям, вот те 30% пациентов, которые самостоятельно приходят в приемные отделения, они все-таки задумаются и в первую очередь будут обращаться в поликлинику номер один Одинцовской Центральной районной больницы, в терапевтическое отделение, непосредственно к терапевтам, и уже дальше терапевт будет принимать решение, нужна госпитализация, не нужна госпитализация, какое лечение назначить, какой диагноз поставить. Это я могу сказать, не то, что в первую поликлинику обращаться, а обращаться в поликлинику по месту жительства. Это может быть и первая, и вторая, и четвертая, и поликлиническое отделение поселка Барвиха, и так далее. Это все наши лечебные учреждения Одинцовской ЦРБ. Если говорить о том, с какими проблемами чаще всего к вам обращаются пациенты, Ольга Валерьевна, зима? Зима, ну это, конечно, все зависит от сезона. Зима – это, как правило, простудное заболевание, хотя можем сейчас сказать, что действительно пика эпидемии гриппа нету, то есть у нас все идет в штатном режиме. Ну а летом, соответственно, все остальные соматические заболевания. Юлия Николаевна? Ой, у нас пика – это, конечно же, ОРВИ и травма, потому что скользко. Ну, потому что население любит активные виды спорта. Да. Активно катается на лыжах, на коньяках, и никто не застрахован, естественно, от падений, поэтому и травмы. А еще злосчастные ватрушки тоже наделали хлопот этой зимой. Это точно, но они уже не первый год делают нам, предоставляют нам хлопоты и думают, дальше так и будет. Просто ко всему надо подходить с умом. И есть не просто так правила, которые надо прочитать перед использованием, как она используется. Любая вещь. И ватрушки, и санки, и льдянки. Льдянки, а также контроль со стороны родителей, присутствие их рядом. Это незаменимый фактор минимизации травмы. Но, к сожалению, травмы получают не только дети. И взрослые, да. И взрослые. Поэтому, ну, об этом уже говорилось неоднократно, как это минимизировать. Все равно нужно заниматься активным спортом, это полезно в первую очередь для здоровья, а все остальное. Но с головой, подходить ко всему с головой. Чаще гулять на воздухе, правильно питаться, поддерживать активный образ жизни. И тогда будет меньше поводов, чтобы обращаться за помощью к врачам. Да, к докторам. И еще раз напоминаем, что в первую очередь мы, конечно же, обращаемся за помощью к участковому терапевту. По своему месту прикрепления. А уже дальше терапевт решает, нужна ли вам госпитализация. И определяет дальнейшую маршрутизацию. Пациентов. Конечно, у нас прямой контакт с поликлиниками. Мы всегда ждем. То есть, если какой-то там тяжелый случай, пациент нам уже звонят, мы предупреждают. Мы его ждем в приемном отделении, что сейчас, наверное, привезут. Мы готовы к этому. Все специалисты на месте. Независимо, утро это день или вечер, или ночь. 24 часа. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Приемное отделение Одинцовской центральной районной больницы. Мы работаем. Готовы принять пациентов, экстренных пациентов в том числе. И, конечно же, оказать им помощь. Спасибо огромное за информацию. Надеюсь, она будет полезна нашим телезрителям. Будем надеяться. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.